так приступим к набору петель под названием болгарский зачем значит вам нужно отмерить необходимый хвостик для набора петель сложить его в 2 вот таким вот образом и смотать вот такую петлю взяли спицу которую мы будем вязать продеваем ее в петелечку затягиваем потужим иначе мы знаем набор петель на спице значит смотрите две петли у нас уже есть берем привычным способом как мы это делаем обычно и вот так вот набираем одну петлю и вторую вот так набираем еще раз показываю первую петлю набираем обычным способом и вторую петлю вот так заводим палец набираем вторую петлю и еще раз покажу у нас получается вот такие вот как у более уплотненные перемычки которые держат вот так две петелечки и вот набираете необходимое вам количество давайте еще раз я покажу медленно таким способом набираете необходимое вам количество петелечек болгарский зачем после чего когда вы замкнете ваше изделие в круг вы провяжете все эти петли ну там лицевой или резинка один на один смотря что вам нужно итак для вывязывания снуда детского а я набрала 79 петель методом болгарский зачем значит как я рассчитала что мне нужно 79 петель я провязала образец необходимые во мне узора измерила его сколько в одном сантиметре петель у меня вышла полторы петли в один сантиметр и этот один сантиметр умножила на объем головы объем головы у меня составляет 52 сантиметра итого 78 петель полтора умножить на 52 получилось 78 и плюс 1 петелечка для замыкания в круг это 89 петель 79 петель как я уже сказала по методу болгарский зачем я набрала теперь моя задача сомкнуть мое вязание в круг как мы это будем делать я вижу кстати на укороченных спицах спицы номер четыре с половиной так смотрим снимаем вот петелечку до с левой спицы на правую а с правой петли протягиваем через первую петлю телечку так раз протянули и возвращаем нашу петлю обратно собственно вот так вот мы с вами соединили наше вязание позже эти хвостики нужно будет обязательно хорошо подтянуть если видите что не слишком развязывайте можете просто взять их завязать на узелочек после чего потом взять это узелочек развязать и обязательно спрятать красиво кончики дальше нужно повесить маркер чтобы обозначить начало конец вязания повесили маркер и приступайте к вывязыванию вашего узора каким вы будете вязать я же буду вязать узором кукурузка сейчас я пару рядочков провяжу что вам было наглядно видно и покажу вернусь вам как его вывязывать и так с нот я буду вязать узором кукурузка вот схема его вывязыванию он абсолютно прост не должен вызвать никаких вопросов даже у новичков достаточно уметь вязать лицевые изнаночные петли и так первый ряд мы вяжем как обычную резинку один на один лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда и так второй ряд мы вяжем полностью по рисунку если у нас была лицевая петля мы провязываем лицевую если изнаночная провязываем изнаночную лицевая изнаночная и так до конца ряда третий ряд мы вяжем по принципу путанки до жемчужного узора значит если у нас была лицевая петля значит мы провязываем изнаночную а если у нас была изнаночная петля мы провязываем лицевую и так продолжаем изнаночная лицевая изнаночная лицевая так вяжите до конца ряда так четвертый ряд нашего узора мы вяжем исключительно по рисунку потому как лежат петли если это изнаночная провязываем изнаночную если это лицевая провязываем лицевую и так продолжаем до конца ряда изнаночная над изнаночной лицевая над лицевой вот так вот состоит этот узор очень простой из четырех рядов и двух петель лицевых изнаночных значит первые два ряда вы провязываете лицевая изнаночная лицевая изнаночная третий четвертый ряд вы провязываете изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так вы вывязываете на необходимую вам высоту вашего снуда желаемого какую вы хотите высоту провязываете по кругу я когда закончу вывяжу обязательно измерию скажу как сколько сантиметров я провязала и вместе с вами закроем нашу работу закончила я вывязывать уже высоту наш снуд сейчас я измеряю сколько это у меня получается 29 сантиметров собственно какие планировала и сейчас я покажу как я буду закрывать это вязание так как мы делали набор по методу болгарский зачем также хочу я и закрыть тоже значит снимаем уже маркеру нам хотя нет еще наверное понадобится допускаем все таки останется еще не будем снимать значит что мы делаем первую петлю мы снимаем нить перед работой вторую петлю мы провязываем изнаночной петлю снимаем следующую нить перед работой провязываем изнаночной снимаем нить перед работой провязываем изнаночной снимаем нить перед работой провязываем изнаночной и так делаем до конца ряда так закончили мы вывязывание первого ряда приступаем ко второму перебрасываем маркер значит во втором ряду ту петлю которую мы снимали и оставалась нить перед работой мы ее провязываем изнаночной а ту петлю которую мы провязывали мы ее снимаем нить перед работой и так чередуем провязываем изнаночную снимаем нить перед работой провязываем изнаночной снимаем нить перед работой и так продолжаем до конца ряда значит мы что делаем провязываем ту петлю которую мы снимали в предыдущем ряду и не провязываем снимаю ту которую мы провязывали еще раз показываю вот эта петля которую мы в предыдущем ряду провязывали мы ее снимаем нить перед работой а следующую провязываем изнаночной снимаем нить перед работой провязываем изнаночной и так до конца ряда закончили мы вывязывать второй ряд и теперь уже мы снимаем маркер и приступаем к закрытию петель значит провязываем лицевой следующую петлю тоже лицевой и протягиваем закрываем 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 и вот так вот закрываете до конца вашего вязания к у вас не останется одна петелька на спицах итак закрыла я все петли теперь что отрезаете ниточку затягиваете петелечку и прячьте вашу ниточку крючочком вот так дальше в общем спрячете ее самостоятельно что у нас получилось у нас получился вот такой вот снут для ребенка вот как он будет выглядеть на малыше я вам обязательно покажу ну как на малыши мне уже мальчик взрослый но все равно для меня он еще малыш так что смотрите вязала я еще шапку мастер-класс уже есть на канале если чтобы вам было удобнее искать ссылочку оставлю в инфобоксе вот такую же шапочку я вот вязала из кид мохера и мохера вот как бы показываю точно по такому же методу закрывала макушку резинкой 2 на 2 просто что вы видели как смотрится еще вот из такой пряжи это шапку вот такой собственно получился комплект для моего сына если вам понравилось пожалуйста тоже лежите я же желаю вам удачи и до новых встреч хорошего настроения и только позитивных моментов жизни ну ну Продолжение следует...